Сегодня глава Дагестана Владимир Васильев выступил с ежегодным посланием к Народному собранию. Мероприятие прошло в Думе дружбы. На церемонию были приглашены депутаты, главы городов и районов, представители общественности и СМИ. Прямую трансляцию послания ввели несколько республиканских телеканалов, а также интернет-ресурсы. Все подробности в сюжете по тематам Ханаповой. О проделанном и о том, что предстоит, доклад Владимира Васильева занял более двух часов. Послание главы Дагестана, так сказать, прошло в формате отчета. Цифры, графика и статистика. Коснулся он практически всех сверхжизнедеятельностей. Особое внимание уделил социальным вопросам. Государственная политика будет ориентироваться на решение насущных проблем человека. Обеспечение его безопасности, занятости, роста доходов. Создание среды комфортной для проживания, качественного, доступного образования и медицинской помощи. Обо всем по порядку. Своё выступление глава начал с транспортного хозяйства. Говорил о масштабных планах на текущий год. Обновление аэропорта и пригородных поездов, строительство дороги, мостов. Только обход Хасавюрта и Дербента, по словам Васильева, обойдется в 70 миллиардов рублей. Коснулся и модернизации пассажирских перевозок. Однако самая волнующая жителей тема – повышение цен на проезды осталась без внимания. Получили на некоторые острые даже вопросы некоторые ответы. В частности, по повышению цен от тарифов на перевозки, пассажирские перевозки по городу Махачкала. Он сказал все-таки, что мы будем наводить порядок и переходить к современным формам. Но ничего не сказал о повышении цены на проезд. И получается, что все равно мы, граждане, будем платить за это усовершенствование. И все-таки не до конца понятно, что будут эти тысячи индивидуальных перевозчиков, которые сейчас заняты в разных компаниях, что с ними будет происходить. Здравоохранение – среди первоочередных задач снижения смертности и повышения качества медицинских услуг. Это можно делать и делается. Тем более, в системе был наведен порядок. В том числе, раскрыты мошеннические схемы по закупке лекарств. Коснулся глава и выявления коррупционной составляющей в Бюро медико-социальной экспертизы. Так, оказалось, у нас пособие получали более 6 тысяч же инвалидов. Это позволило сохранить в бюджете около 700 миллионов. Более 300 из которых направят на обеспечение жильем инвалидов настоящих. Много было слов и о поддержке бизнеса. К бизнесу должно быть отношение, извините за выражение, как священный король. Вот просто это тот, кто нас кормит и поет. Вот так. Так глава региона пообещал поддерживать предпринимателей, но уточнил, что только добросовестных – те, кто будут платить налоги. И это не полный список вопросов, которых коснулся Василия. Содержательность доклада оценили и эксперты. Информации, которые были в этом послании, она, конечно, много в ней позитивного. Вот, в том числе, что он озвучил, что будет корректироваться бюджет, и он будет усилен в социальной направленности. Вот, много у него планов по развитию и здравоохранения, и по развитию социальной инфраструктуры. Вот. Минусом, я бы сказал, все-таки, что, значит, обошел он вопросы, значит, связанные с политической системой и эффективностью политики. Очень скользко говорил о качестве управления. Ограничился, значит, тем, что там вот упомянуло о кадровом конкурсе. Стоит отметить, что на послании присутствовали около тысячи человек, среди которых были известны политики, спортсмены, общественники, журналисты и депутаты. Многие из них отметили сходство установок президента Владимира Путина и главы Дагестана. Прямые параллели можно тут проводить, о чем сам Владимир Абдулевич тоже сказал в своем послании. И несколько раз ссылался и на само послание Владимира Владимировича Путина. Проблемам здравоохранения и образования я большую часть как раз он наделил этой проблеме. Обозначил и проблему незавершенного строительства, строительства дорог автомобильных, проблему необходимости повышения заработной платы. Поставлено много задач перед правительством и парламентом. Как заявил Владимир Васильев, срок исполнения всех поручений – 9 месяцев. Именно за такой период люди, то есть мы, рядовые дагестанцы, должны на себе почувствовать все изменения. Послание состоялось, приоритеты обозначены, время работать. Ватимат Ханнабова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала, Новости 24.